Торжественное открытие спортплощадки в школе номер 34 началось массовой зарядкой школьников. Чувствуется, что ребята ждали этого события, репетировали. Она не только важна для нашей школы, но для всего микрорайона Заостровка. И ребята, и ваши родители смогут заниматься спортом. Всем спортивных успехов, удачи и еще раз вас всех с праздником! Сегодня в 34-й школе создана хорошая база для занятий физкультурой и спортом. Работают спортивные секции регби, черлидинга, бокса, общей физической подготовки детей. Зимой уроки физкультуры проводят на катке. Теперь здесь появились новые спортплощадки. Я думаю, что вся жизнь сейчас перетекет с микрорайона Заостровка. Все дети будут здесь находиться. Это очень здорово, что у них есть возможность заниматься спортом. Не только, допустим, хоккеем, футболом, баскетбольные площадки, тренажеры. Этот стадион для всех, это не будет такого, что только, например, школьный стадион нет. Это будет весь микрорайон, здесь никаких табу не будет, здесь будут заниматься все желающие. Строительство спортивных объектов при школах ведется в рамках проекта «Школа на пятерку». У нас в этом году наша матчасть переросла 10-ю школьными стадионами и спортивными площадками в 4 новых спортивных зала. Еще в 84-й школе в Кировском районе после реконструкции был открыт бассейн. Это наши дети, это наше будущее. Именно от них будет зависеть будущее нашего города. И инвестиции в будущее – это основное направление деятельности городских властей. Потому, с каким энтузиазмом дети взялись за освоение тренажеров, понятно, что пустовать эти спортплощадки точно не будут. Дети провели на праздник хороший. Ален, тебе нравится? Да, очень красиво получилось. Есть волейбольная площадка, стадион. Чудо, да? Да. Ну, вот наша задача – делать такие чудеса. Городские власти называют одной из приоритетных задач – обновление материальной базы образовательных и спортивных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин